В эти дни в местах кровопролитных боев 1941 года проходит масштабная акция вахта памяти. Поисковики объединения Плацдарм, которое включает отряды из 10 городов Подмосковья, сейчас работают в Тверской области. Сегодня оттуда вернулась наша съемочная группа Евгений Райдер о сражениях на Бельском Плацдарме и памяти, которой нет срока. Деревня Демихи Бельского района в Тверской области находится в 20 километрах от города Белый. Это один из древнейших городов на территории России. Во время Великой Отечественной войны в этих местах проходили ожесточенные сражения. Калининскому фронту приходилось противостоять крупнейшей и сильнейшей на тот момент армии в мире, армией Центр, под командованием фельдмаршала фон Клюге. В общей сложности сражения в этих местах длились более 15 месяцев. В июле 1941 года воины 250-й стрелковой дивизии здесь остановили фашистские войска. Этот рубеж удерживался ими до конца октября. Спустя несколько месяцев, уже в марте 1942-го, под командованием Конева в этих местах бои вела 135-я дивизия. Как и в случае с первым формированием, большинство солдат сложили здесь свои головы. В 2007-м в Демихи приехали подмосковные поисковики. Объединение Плацдарм обнаружило интересные документы в архиве, а потом на деле убедились – работой здесь непочатый край. Был поднят и предан на земле 1051 человек. Из них мы установили 32, найдено было и установлено по медальонам 32 родственника. То есть в 32 семьи мы как бы нанесли основной смысл на архивовскую работу, что этот человек не пропал в бизнесе, не считается предателем, а он спустя 65-67 лет возвращается домой с той войны. Ржевско-Сычевская компания, операция «Марс» и «Тереки», «Лосьминка» и «Черный ручей» были красными. 25 ноября 1942 года уже 262-я дивизия переходит в наступление в районе Демихи, имея в составе около 7 тысяч солдат и офицеров. За два дня боев она сумела прорвать оборону противника на фронте в полтора километра, но и сама была уничтожена. Перед захоронением идет многочасовая процедура идентификации. Останки советских солдат складывают в гробы. У объединения Плацдарм появилась зацепка, найдена ложка, а на ней инициалы и фамилия – Смирнов. Вчера был дождь, а завтра будут похороны. Поисковики спешат закончить работу. Есть надежда, что повезет и с погодой, если верить приметам. 22 апреля была открыта вахта памяти 2011, а уже сегодня, в этот день, когда 66 лет назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, поисковое объединение Плацдарм заканчивает первый этап военной археологии. Свой вечный покой обрели 28 советских солдат. Евгений Райдер, Артур Гаври, Шбельский район Тверской области, телеканал «Подмосковье».